привет добро пожаловать на съемки ром club меня зовут давид меня же мы будем разговаривать про ром и про виски и еще про разные другие спиртовые содержащие напитки про их историю про культуру питья и прочее прочее ну что у нас что у нас что вот здесь находится у нас сегодня 222 рома 222 6 до 222 да нет математика у нас два разных рома но они оба с одного острова они в общем-то соседи очень близкие соседи они находятся на одном острове вот этот вот он справа это получается с доминиканской республики этот получается из гаити вот так вот а какая из этих винокурни больше крупнее крупнее мотасолем однозначно но кстати тоже они мне что интересно они в общем-то стартанули примерно с одной стартовой позиции потому что вот этот барбан курт он на 10 лет как бы типа старше винокурни они с 1862 года начали производить а мотасолем с 1872 это сколько лет ему получается 150 лет у них нет 200 ну не знаю считая математика но суть в том что да у них как бы очень маленькая разница как они стартанули но они приехали как бы производитель тоже они не оттуда не местные мотасолем они приехали и из этой испанцы семья испанцев они приехали сперва они появились на самом деле зародились на кубе начали свое производство но из-за будущей революции на кубе то что произошло да 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 весь этот бардак не будем сильно углубляться в это но производство перешло как бы государству а семья которая как бы начало все это дело они приехали в штаты после этого там уже прошло много лет потом они они вернулись они вернулись они вернули свои права как бы на производство но производство они перенесли на соседний остров доминиканскую республику ну и там он и в общем-то и производится по до сих пор это ребята которые приехали в общем-то из франции его звали по моему основателя дюпро дюпре 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 да дюпре барбанкорд в общем-то отсюда и название идет вот они французы их как бы конечно кубинская революция не задела но их тоже в общем-то были различные сюжеты в их не истории которые потрепала их и одно из последних таких наверное ярких это 2010 году на гаити произошло достаточно большое землетрясение из-за чего данное производство они потеряли очень много старых спиртов своих и если это перевести скажем сумму на евро то это примерно где-то три с половиной ляма они потеряли приятная история ну да это 4 ляма долларов 3 500 примерно условно ну вот как-то так не но они молодцы они до сих пор производят и все у них прекрасно и все хорошо это фамилия да это фамилия с мотосалема у них история более такая прозаичная скажем так мотосалем это в общем-то позаимствованная у библейского патриарха мафусаил имя который по истории якобы прожил 969 лет если не ошибаюсь вы можете потом проверить сами сколько 969 но это история библейская безобидно все вот ну такая история и они всего правда да но они как бы делают производитель делают отсылку на то что их не производство их не подход к выдержке их них спиртов они типа как бы старше чем мафусаил то есть ну как бы типа старше того этого времени да еще еще в общем они выдерживают где-то штуку лет типа того да ну такой по сути если как бы проще говорить то это конечно да такой просто маркетинговый ход но тем не менее история конечно да более интересная у них тут всякие есть элементы типа вот эта птичка не помню как она называется ласточка не ласточка но смотрю я птицах ничего не понимаю но но я в курсе что это птичку они тоже занесли они как типа это как символ свободы захватывающее повествование что именно об этих выпусках ты можешь рассказать вот я вижу здесь написано грана резерва 15 что означают эти слова да здесь надо обратить внимание что на обоих бутылках у них очень разнятся цифры типа выдержки здесь 15 а здесь всего 8 в два раза 8 но в сравнении в два раза меньше зачем ты принес это пойло тогда еще и пробка до обычно здесь как бы красивая но на самом деле эти оба напитка они с одной ценовой категории они оба стоят примерно ну у нас и по европе они примерно где-то 30 евро плюс минус да там около 30 или чуть за но примерно и обоих вот с одной ценой категории хотя выдержка да у них как бы кажется на первый взгляд что но этот явно фаворит ну да обычно то что дольше выдерживается стоит дороже если так да 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 ну здесь кстати тоже очень важный момент мы как-нибудь об этом поговорим более подробно есть большая интересная тема что я просто хочу обратить внимание зрителя и вообще и тебя и мое главное да 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 что он уже переключил что большая высокая выдержка это не всегда является показателем качества это надо понимать но большая выдержка она наверняка всегда будет влиять на цену поэтому я на своем опыте могу сказать что я пробовал различные напитки у тебя много ну по крайней мере огроме кое-что что-то пробовал да но очень разные есть есть которые выдерживаются реально по несколько лет бутылки не дешевые они могут стоить там порядка 100 евро всего двухлетний ром кажется что за вообще шляпа но на самом деле это очень-очень достойный продукт и есть различные где цифры большие но по сути можно сказать что это действительно ну так себе большие цены тоже не маленькие по сути почему здесь такая большая разница между цифрами потому что этот ром 7 разница 7 до этот ром удерживаются 8 лет но в этой бутылке означает что 8 лет это минимальная выдержка этих ром потому что гаити вот этот производитель в частности они делают ром из сахарного сока этот ром его делают из милассы это не значит что это хуже это просто другой способ приготовления другое немножко сырье которое прошло несколько этапов еще дальше но у них здесь считается здесь искать и на бутылке или нет мы не знаем нет здесь нету но вообще это считается что эта система солера у них солера это в общем-то это blend где состоит различные выдержки спирты но если этот ставит минимальную которую да там есть то этот ставит всегда максимальную то есть здесь может быть начиная двух лет да да а здесь может доходить и до 20 ну до 20 там не будет доходить потому что у них есть выпуски которые пятнадцатилетние есть кстати офигенно очень хорошая вещь но тем не менее да это различная такая подход ну я считаю что это в общем-то некоторые такой маркетинговый ход но этот он сделан и из сахарного тростника сока просто это сделан из милассы давай давай что-нибудь да попробую вот все что ты рассказал оценить на вкус давай давай конечно с чего начнем решаю что с матусалема давай начнем ну давай они более старые его в общем-то осталось не так много это кстати еще бутылка с концерта b2 которая осталась на котором ты не был сожалению оператор оператор мы можем дать мы посолим сегодня не ну дадим чуть-чуть или но чуть-чуть не но оставим для вида здесь и так ладно кофе уберем грамм резерва 15 лет что мы думаем да те которые делают бленды солеры таких производителей достаточно много и кстати называют в общем-то но я не считаю что это совсем правильно и корректно будет но 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 в некотором смысле их называют испанского стиля рома так те которые относятся именно к солере это не единственные производители их очень много их очень много на доминиканской республике то же самое на доминиканской республике или в доминиканской республике как правильно но я не знаю я не русский так что ты решаешь пусть будет на ну пусть будет на ведь расскажи вот эти товарищи сюда добавляют сахар производители подсластить ты знаешь я не буду говорить точно я и правда не знаю точно но я предполагаю что мотусалем да в этот я знаю что нет не давал не добавляют ну что давай попробуем за его типа не пробовали да не ну давай что я хочу еще тоже сказать по поводу почему с эти перетащил тоже сегодня почему о них мы говорим потому что у них достаточно как я сказал премиум и цена они оба являются ну по моему личному как бы мнению они являются классом выше например каких-то типа captain morgan бакарди и гавана club не всех но то что мы видим супермаркетах в общем это такой на класс выше уже будут напитки но цена не настолько выше да и так и мы решили с этого начать все-таки первый эпизод как-никак ну плюс минус да 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 такое это знаешь такие хорошие стартеры до стартеры и плюс они но этот совсем мейн-корс этот совсем доступный ну прям реально его можно много где да сейчас можете приехать забрать по всей его дадим даже спорить не но здесь уже не успеете чем у нас еще оператор так что но это действительно мотоцисалем можно достать очень везде без проблем по всей европе по всей россии он очень популярный с этим поменьше конечно но он тоже популярную тоже много где идет я не уверен идет ли он на россию но по европе его без проблем можно вообще достать зритель напиши нам в комментариях ты видел вот этот экземпляр в местном магазине что давай поговорим о вкусовых и ароматных качествах ну но но раз ты начал давай я думал у все уже речь речь готова да я написал мы потерял идет придется импровизировать ну я скажу что не да не обидеться на меня производить солен что ничего выдающегося я наверное не почувствовал пока что но опять же ничего плохого тоже то есть вполне себе приятный очень легко пьющийся напиток и не опять же но ты это знаешь мне нравится что они слишком сватки ну надо отметить что мы немножко уже такие избалованные не то чтобы для нас это совсем шерпак нет но у нас есть опыт да есть немножко опыт есть чем сравнить просто и мы кстати призываем вас тоже к этому чтобы потому что на самом деле это очень очень классная вещь когда ты тоже заостряешься на чем-то одном ты останавливаешься начинается вот эта стагнация и я считаю что нужно пробовать время что-то новое что-то новенькое если ты застрял в ромах попробуй какой-нибудь виски там есть очень большая палитра вкусов разные вкусы попробуй выйти на коньяки на арманьяки расширьте свои вкусовые вам будет с чем сравнить потом опять тот ром или другой ром который вы попробуйте это очень очень классно тренируйте вкусовую палитру и когда вы двигаетесь вперед вы потом уже со временем начнете тоже как-то набираться опыта и вы потом начнете сами анализируют для себя что вот тот который мне нравился там не знаю год назад вот он тогда офигеть как мне понравился а сейчас я попробовал этот 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 еще коньяк еще у тот виски еще тот виски сайл и еще этот спайса это еще что и ты такой как-то тот уже мне не слишком а вот этот мне нравится очень вот то что я попробовал вчера или на прошлом месяце вот это прям была вышка как тебе то что ты пробуешь сейчас я его отношу к тому что цена качество он соответствует этой цене я считаю больше особо 30 евро я считаю что не нужно и он кстати из года в год в общем-то плюс минус на этой цене и держится пока что ну по поводу вкусовых что я могу сказать тоже очень интересно что ты скажешь но у него явно выраженные вот эти вот ванильные сладкие ну мед нет здесь корица немного на мой взгляд ну по сути я согласен с тобой что у него нету такого вот прям вот сильно выраженного от чего-то такого характера если найти действительно какие-то альтернативы как я говорил достаточно много и сделать слепую дегустацию то там можно будет я думаю в общем-то запутаться какой есть какой по поводу оценки продолжаем да что же скажешь по поводу оценки поводу оценки всегда это самый сложный момент когда нужно дать оценку потому что не хочется конечно оценивать это во все входит огромный труд людей не хочется оценить низко и тем самым как-то показать какую-то недооценить какую-то неблагодарность этим выразить да но все-таки оценить надо и оценить можно только в сравнении со всем остальным что я пробовал я считаю что еще барабанная дробь будет когда будет я считаю что просто я лично когда оцениваю я оцениваю именно сам напиток ну да если есть там красивая упаковка презентация красивая упаковку нет я не включаю как раз таки об этом и говорю даже если есть красивая упаковка история еще что-то или старая там не знаю давно они очень до начали еще что ты это все можно обращать на это внимание да это здорово это классно если это есть но это не должно влиять на оценку самого напитка и так и считаю согласен с тобой абсолютно я что хочу просто сказать что вот матусалем существует уже 150 лет почти да много людей там наверно работают заботиться о том какого качества напитки получается а тут некий движение вышел говорит 54 оценку я вам 54 но просто не хочу чтобы люди думали что я ну когда мы даем оценку мы принимаем во внимание весь труд и любовь к своему труду которые люди наверно вкладывают сюда но все же 50 я поджалую дам наверно порядка 65 наверно где-то так да француз говоришь ну нет как он произносится барбан корт барбан корт я не знаю правильно ли он призвал признаться но мне нравится так произносить но я не знаю как как ты за нам вот как ты будешь такой признать барбан корт барбан корт корт ну типа теннисный корт типа барбановый барабановый корт вот так вот если совсем уже в кондиции в простонародье просто барабан оператор сказал много не пить поэтому мы много не пьем у нас поменялись бокалы по поводу бокала кстати это мы часто мы часто меняем операторов самом деле да да слишком не так много пьем как часто меняем операторов вот один эпизод вот сегодня 1 а у нас уже четвертый за камерой стоит да и пару лежат и ну вот кстати другие бокалы бокалы кстати просто для сравнения поставлю они бывают разные и они очень очень влияет на вкус и особенно на ароматику напитка это тоже надо понимать но это тоже придет с опытом но как правило у них есть общая форма обычно они шире внизу где находится напиток и уже кверху ну в целом да в целом да в целом да я это причем не просто так это об этом мы поговорим отдельно об этом мы поговорим как-нибудь отдельно да еще и так хорошо у нас сейчас у нас на очереди второй напиток который из гаити восьмилетний на самом деле восьмилетний минимально минимум да но я не думаю что на самом деле особо больше там 8 9 может 10 8 может 8 с половиной 8 и 2 месяца но тем не менее по крайней мере я лично очень ценю тогда когда пишут вот настоящую выдержку настоящую минимальную это не единственный производитель слава богу который так делает их достаточно очень много и в многих странах на разных карибских островах у них это прям есть законодательстве даже что ты должен учитывать именно показывать на лейбле своем лейбле на лейбле ты должен ставить минимальную оценку минимальный возраст до хорошее правило да я уже чтобы никого не обманывать начинаю заговариваться про лейбл про лейбли да хорошее слово хорошая вещь тебе нравится лейбли я да да я стараюсь включать лейблы в свою жизнь лейблировать предметы в своей жизни чтобы не запутаться что можно сказать об этом ну давай с тебя начнем с меня начнем да у нас так и будет вот на запах аромат мне нравится больше например сразу чем у матусалем почему свежее свежее именно более привлекательный в него как хочется его больше хочется нюхать именно да те рома которые делают на самом деле из сахарного сока там частности первого отжима они еще кто-то добавляет ну по большей части это больше первый считается иногда люди отжимают дополнительно то да у них есть вот эти особые такие легкие травянистые да травянистые хорошее слово свежие больше свежие больше свежий он такой их можно можно тоже кстати потом уже с возрастом с опытом их можно так даже идентифицировать потому что это такая одна тоже такая их не схожая черта то что можно среди этих ромов среди агрикол это чувствуется ты думаешь возможно на вкус не зная вслепую так сказать попробовал какой-то напиток сказать вот сделан он из сока или сделан из да да интересно и еще мы кое-что посмотрели да у нас был вопрос я рассказывал то что это оба рома с одного острова но разные страны так вот это знаменитарской республики это с гаити но остров целиком он тоже называется гаити ну что давай по поводу этого что ты скажешь давай бомби что можно здесь сказать вот сейчас прям очень сильно орех грецкий орех прям реально очень сильно грецкий грецкий орех именно грецкий да не серьезно не арахис не земляной именно вот грецкий да реально в один момент просто ореха может на дне где-то ореха не знаю ну ладно давай свои вкусы я перебил со своими орехами сейчас когда ты сказал про орех про свои орехи мне хочется не хочется 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 но я вынужден мне так как не хочется чувствую теперь грецкий орех и не могу понять я вот чувствую потому что ты не рассказал я действительно как бы ну я его искал я вон шел ну ты в памяти понимаешь помнишь как грецкие орехи но у нее есть свой запах это специфический на вот шелуха шелуха грецкого ореха ну в общем то да в общем то да на вкус грецкий орех нет на вкус нет на вкус я бы не сказал но по запаху да ладно что на этом грецком орехе что еще он легкий он травянистый он свежий есть аромат грецкого ореха горечь до цедра но он тоже этот конечно слаще этот однозначно слаще если вам очень хочется послаще пожалуйста если хочется еще послаще мы посоветуем что он еще послать он сделан из сахара как может ну он всегда будет он всегда будет садки он тебя будет отдавать чем-то карамелью медом и не всегда не всегда в каких-то редких случаях может быть но я каждый раз чувствую я всегда чувствую коричневый сахар что-то вот то ли корней то ли мед то ли как конфеты какие-то мне вспоминают вот сейчас не рассматриваем но дом папа который мне вот я и когда его пробую каждый распоминает джафа кей вот прямо вот один в один там шоколад и печенька и апельсин а я вспоминаю где выход может быть вот может быть какой-то горький шоколад может вот немножко вот эта горечка есть вот то что но есть такой землянистый привкус да немножко как земля какие-то вот в этом отсюда идет свежесть минеральность такая да он такой чуть-чуть терпкий как по мне немножко совсем вот горечь вот то что гриш терпкость горечь может быть но в целом-целом не лично я тоже отдаю предпочтение все-таки этом да я здесь тобой соглашусь не я думаю что мы опять разойдемся в оценках и до того как мы до этого подойдем несколько что источник выше выше оценка давай с тебя начнем какая у тебя оценка для барбан керт восьмилетнего я скажу скажу уже что 62 62 это опять же на мой личный вкус да мне нравится я точно знаю что есть напитки не только ром который мне нравится гораздо больше которыми нам выше оценку но вот этот мне однозначно очень очень гринка был то что называется иногда его может даже захотеться просто вот мне кажется что вот иногда можно вспомнить подумать вот я бы сейчас вот именно то чего я хочу вот это вот то свежесть немножко вот этот шоколадный такой горечи не слишком сладкий то есть ты прямо можешь захотеть именно пойти искать попробовать выпить именно барабан 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 керт да еще учитывая сколько он стоит эту бутылку кстати если я не ошибаюсь я его сейчас последний раз купил за но он была тоже еще по акции что тоже и по моему за 27 евро это да это очень хорошая цена для него очень хорошая по поводу оценки ты ему значит сколько 60 62 62 60 а это был 54 54 62 у меня значит 65 и ну ну наверно 70 71 максимум да где-то так я я скажу почему у меня у меня часто ниже остальных наверное оценки вот как ты говорил когда ты ушел от такого первого уровня самых распространенных самых доступных самых популярных и многоупотребляемых напитков как ровно именно чьих мы называть не будет и перешел на более такие более интересные более менее доступные скорее даже напитки мне кажется что есть еще целый мир так сказать ну не целый мир а еще несколько уровней туда наверх я вот например не хочу сейчас дать слишком высокую оценку чтобы потом не оставить себе место когда я попробую что-то ну совсем допустим редко или совсем удачный удачную бутылку какого-то напитка я тебе скажу так тогда когда ты попробуешь то этот у тебя но не этот конкретно но вообще те которые классом ниже они сразу отодвинутся ну вот и потом следующий раз ты подумаешь где этот 27 евро надо сходить магазин купить ты ты придешь попробуешь его вчера ты попробовал супер мега крутой зашел магазин сегодня нашел этот за 27 давай я попробую я ему тогда давал 62 попробовал ни хуя ну вот ни хуя 55 боже вот когда мы например наверное отдельно поговорим еще о короне но вот когда мы вот его проводят так ну там совсем высоко ну там да там все высоко но помимо него еще есть много других интересных и виски и рома и коньяка наверно которые действительно не побоюсь этого слова великие и когда выпадет удача попробовать я хочу чтобы для них осталось это который будет выделять достойно и соответствующим образом выделять их и отделять это остальные твоя позиция да ясно но у меня все не немножко проще яду для меня как бы место для оценки всегда найдется и поэтому те которые ромы в районе 80 там не знаю скажем 80 85 это очень хорошая оценка для меня и это это хорошие действительно очень хорошие ромы большинство премиум класс что тоже в общем то является такой очень относительные вещи ну как бы что есть премиум классно так об этом мы тоже поговорим отдельно какие у тебя есть еще какие-нибудь вопросы например по поводу этих двух напитков есть комментарий да вот ты уже сказал что упаковка бутылка маркетинг все это не должно влиять на твою оценку содержимого да но я хочу быстро сказать что вот если бы я не знал и не разбирался в роме и они бы стоили одинаково я бы точно выбрал бы вот этот несмотря на то что у него даже меньше выдержка просто не настолько красивая и маркетинговая наклейка вот здесь лейбл лейбл здесь куда более привлекательнее чем вот здесь а что тебе привлекло это никак связано с классовыми качествами просто мне нравится он гораздо чище мне вот не нравится что мутасалема матусалема какой-то неразборчивый шрифт и слишком много на фоне вот эта вот вся карта как-то выглядит ну не премиум а вот это вот новый был вот этот выглядит куда более премиум он чистый он отчетливый это так это просто комментарий я говорю это опять же не мы опять расходимся здесь я считаю что этот наоборот более презентабельно выглядит и у него такой в каком-то смысле более аутентичный что для такой стиль тут даже вижу обрезанные такие типа как как будто да старая карта пиратская карта но вот мне вот наверное может быть это и не нравится здесь более современные помнила что он более чистый чистый лейбл он легче для разума воспринимается сегодня мы разговаривали по поводу мутасалема 15-летнего типа и барбан курт 8-летнего доминиканская республика гаити соседи один остров но разные производители разные страны разное правительство и два очень разных арома и два разных подхода до его изготовления и в некотором смысле даже разное сырье поэтому да несмотря на те оценки которые мы дали очень рекомендуем попробуйте тот и другой и многие другие однозначно да потому что как мы я уже не раз тоже говорил что у них очень доступная хорошая цена и это хорошие стартеры с чего начинать свой путь да да если вы не начинаете свой путь а уже давно идете по нему то напишите нам что вы думаете постепенно этот процесс весь надо весь этот путь надо пройти я считаю постепенно ты не должен даже если даже если у вас очень состоятельный как бы кошелек и все хорошо все прекрасно но не нужно сразу форсировать и бежать покупать какой-то не знаю там невозможно будет оценить limited edition какой-нибудь там талискер не знаю 25-летний или там ром какой-нибудь там супер да там ну до этого надо просто постепенно дорасти поэтому это это тот хороший скачок после как и сказал после бакарди после гавана клап каких-то базовых вариантов после всяких этих упаси господи я не знаю каптан морган да после каких-то базовых вариантов англ стуры которые очень доступны кстати и в россии ну как то так как бы грустно нам не было но мы хотим наверное первый наш эпизод подходит концу для нас это был некий эксперимент также давно наш юбилейный юбилейный первый эпизод надеемся что всем понравилось что много познавательного да интересно для себя люди услышали если есть какие-то отзывы пожалуйста оставляйте комментарии нам действительно будет интересно узнать да этот грецкий орех да мы будем делать еще давить нет я думаю да у нас есть о чем поговорить поэтому есть еще да и арсенал будет добавляться так что поэтому до следующих встреч с вами были давид и евгений и барбин корт и матусалем чао до следующего раза пол мы отмыли но церковь потушить не получилось так она искал не это знаешь типа подошел где-то в углу рычаг подвигал и там где-то издалека